Здравствуйте, это программа тема дня на канале ЭТОН ТВ. Сегодня в студии Михаил Юровский. Российские, да и западные эксперты в очередной раз обделались, высказывая мрачные пророчества в отношении якобы беспорядков, бесчинств и дней гнева со стороны арабов и мусульман. Я имею ввиду провозглашение президентом Трампом и Иерусалима столицей Израиля. С нами на связи по скайпу наш военно-политический эксперт Алекс Векслер. Здравствуйте, Алекс. Здравствуйте, добрый день, здравствуйте. Что вам есть сказать, что вы имеете сказать всем тем лжеэкспертам, которые предсказывали, что здесь будет чуть ли не третья мировая война на Ближнем Востоке? Ну, я не знаю, лжеэксперты ли они, они просто немножко далеки от ситуации, с которой мы сталкиваемся. Страшно далеки они. Да, страшно далеки от народа, помните? Помню. Вы знаете, все последние дни после признания Иерусалима столицей Израиля американским президентом, мало что изменили для нас. Я прожил 40 лет в Иерусалиме, он всегда был столицей нашего государства. Там наш Кнессы, там наш президент, там наш премьер-министр, там наши пророки. Там наши сердца. Там наши сердца, там наши цари, так сказать, в свое время. Там мы все молимся на Иерусалиме. Он остался, но американский президент, спасибо ему, все обещали, все без исключения обещали, обманывали. Я один нашел, так сказать, время и место сказать. Я, так сказать, догадываюсь, каковы были его интересы. Но, тем не менее, это относилось не только из-за его большой любви к нашему народу и его еврейских родственников. Просто по той статистике, которую я имею, на сегодняшний день его поддерживает приблизительно из каждых 100 американцев, его поддерживает где-то 38 или 39 человек, значит, менее 40%. Но зато, ну, возьмем, грубо возьмем 40%, но из этих 39 или 40 человек, 40%, приблизительно 33 или 4, это американские евангелисты, которые считают, что только полная власть евреев над Иерусалимом может привести к тому, что придет Мессия. Вот вам весь ответ, это его, так сказать, группа, которая его поддерживала и всегда будет продерживать в дальнейшем, и которые очень рады и счастливы. Я просто знаю через своих друзей и знакомых и родственников, сколько появилось материалов в евангелийских, так сказать, церквях, на всяких сайтах и так далее, и так далее, с израильскими знаменами, с видами Иерусалима. Они просто, так сказать, счастливы. Куда в большей мере, чем американские евреи, которые ограниченно приветствуют. Это начинание своего президента, потому что в основном они относятся к левой стороне политической карты, в отличие от евангелистов, которые являются сегодня основной темой поддерживающих нас. Так вот, все последние дни после того, как провозгласил Дональд Трамп о том, что Иерусалим столица Израиля, с моей точки зрения, ничего нового не сказал, но все равно прилично. Как вы говорите, так сказать, я немножко тоже буду немножко... Мужик обещал, мужик сделал. Абсолютно. Большие что-то такое, для того, чтобы это сделать... Вторичные половые признаки. От Пуша, от Клинтона, даже последний президент там это самое обещал. Я уже не говорю, от Регана и так далее, и так далее. Но сделал. Дело в том, что все арабские СМИ, израильские, как вы сказали, российские, международные, говорили о том, что ожидается колоссальный взрыв, о том, что это приведет к третьей антифаде. Вы знаете, я еще на 100% не закрываю все вопросы, потому что мы живем в таком месте, когда возможно, что любого рода изменения. Но то, что мы наблюдаем за последние 4-5 дней, говорит о том, и я сейчас попробую это объяснить, что вряд ли возникнет какого-то рода, так сказать, третья антифада. Когда Хамас призывает к третьей антифаде, к мировой антифаде даже призывает Хамас, так вот можно подумать, что это, я знаю, так сказать, великая держава Хамас, которая одним размахом, махом может способствовать покорить Соединенные Штаты, Израиль, не только Соединенные Штаты, а даже Израиль. Но это все, я вам должен сказать, бульшит, блеф, потому что ничего не имеет общего с тем, что происходит на действительно арабской улице, в арабских городах. Я в меньшей мере знаю по поводу Газы, в большей мере мне известны данные по арабским городам палестинской автономии. Надо сказать, что призывы Камаса серьезно к ним очень мало кто относится. Я хорошо знаю, что в большинстве семей, скажем, здесь, в Ромале, в Хевроне и в других местах, в Хевроне может быть в меньшей мере, но в Ерехо, в Шхеме люди просто говорят всем, ну, ради бога, не выходите на какие-то демонстрации, потому что, не дай бог, кто-нибудь пострадает, не дай бог, что-нибудь произойдет, так сказать. Мне кажется, что по тем данным, которые зарегистрированы израильской полицией, во всех тех, так называемых, столкновениях пятничных, когда идет моление на... На Храмовой горе. На Храмовой горе, да, спасибо. Вот в прошлую пятницу было меньше всего столкновения. А позволили туда прийти всем без заключения, включая молодых людей. Потому что тогда, когда они позволяли молодым людям, они бросали камни. Были камни, были автобусы, кому-то побили стекла. Но по сравнению с мировой революцией, о которой, так сказать, обещали нам в связи с заявлением Трампа, этого не произошло. Большинство палестинцев, я уже говорю, призывает своих семей быть осторожными, не выходить на массовые демонстрации, которые организуют те или иные организации. И люди к этому прислушиваются, потому что в демонстрациях принимают участие сотни человек, а не тысячи или десятки тысяч, на которые рассчитывали. Если, конечно, так сказать, Хамас очень захочет или очень бы захотел, он мог послать в нашу сторону, скажем, у него многочисленные ракеты в газе. Нельзя сводиться со счета все, что происходит. И даже привести к полному столкновению с армией обороны Израилем, с Тагалом. Но то, что мы наблюдаем, скажем, в пятницу мы это наблюдали, 8 декабря, говорит о том, что Хамас, даже не так Хамас, как организации, с которыми он борется и пытается контролировать их ситуацию, как джиад ислам, выпустили несколько ракет по Израилю. Ракет не современных, не высокого радиуса действия. Большинство из них упало на территории газа, несмотря на то, что, конечно, и до дожды рота долетело тоже пару ракет. Но, к счастью, так сказать, к счастью, не причинили, так сказать, никакого, никакого, так сказать, урона. Так все это делалось не Хамасом после его возгласов о третьей интифаде, призывов и так далее. А все это делалось строптивыми организациями, которые он пытается контролировать. И я даже не думаю, может быть, из его разрешения, у меня нет, так сказать, точных данных. Дело в том, что если бы глава автономии, старый Раис, я его уже давно называю старым Раисом, Абу Мазан, Махмуд Абад, действительно ли хотел разжечь интифаду, после того, как Дональд Трак заявил о том, что Иерусалим столица нашего государства, дело в том, что признание американского президента, надо сказать, аннулировало большинство достижений палестинской автономии на международной арене за последние годы. Решило политику Абу Мазана, ее основного, надо сказать, мотива, что он Абу Мазан, если бы он решил, он бы пошел вместе с Хамасом на того, чтобы поджечь каким-то образом землю автономии или землю газы. И поначалу я так подозреваю, что он об этом думал. В телефонном разговоре 6 января с лидером Хамаса Исмаила Ании, который состоялся сразу же после заявления американского президента, он уже был близок к решению, что, может быть, надо идти с Хамасом на какого-то рода сотрудничество, даже по направлению к третьей интифаде. Но в разговоре Абу Мазан, он достаточно умный человек, я подозреваю, очень быстро почувствовал, что Хания, глава Хамаса сегодняшний и руководство Хамаса хотят воспользоваться создавшейся ситуацией, чтобы достичь свою основную цель. Это продолжить свою власть в Газе, а если можно, даже ее перекинуть на Иудею и Самарии, на владение Абу Мазана. То есть вернуться к ситуации, которая существовала до последнего времени, до того времени, как Египет организовал переговоры о примирении между Хамасом и Абу Мазаном, и Фатахом. И, кстати, они ни к чему не привели, я об этом говорил даже, по-моему, в передаче вместе с вами, что очень маленький процент, что эти переговоры к чему-то приведут. Сегодня уже ясно, что они ни к чему не привели. И, как видно, в последний момент чувство разума, а кто знает, возможно, чувство страха или чувство потери власти взяли верх над старым Раисом Абу Мазаном. И в конце разговора Абу Мазан отказался от идеи пойти вместе с Хамасом на разжигание обстановки, на обострение обстановки и на возможность интифада. Хотя я не думаю, что даже если бы желали оба руководителя, она бы произошла. Потому что у палестинцев нет той внутренней энергии, которая была, скажем так, в 88-м году или в 2002-м, первом, третьем годах и так далее. Мне кажется, что недоверие Абу Мазана к Хамасу, к Ании, а возможно даже его и ненависть к Хамасу, что вполне не исключено, привело к тому, что возможно, что его ненависть, недоверие и нелюбовь к нам даже каким-то образом слабее, чем его недоверие, ненависть к Хании, к Хамасу. Потому что мы в любой ситуации вряд ли, так сказать, придем к физическому уничтожению лидеров палестинского народа. А то, что произошло в свое время с приходом власти Хамаса в Газе, мы это хорошо знаем. Хорошо знаем, как мы спасали палестинских руководителей из Фатаха, как мы их вывозили, как мы помогали бежать и так далее. Он хорошо знает своих братьев, конечно. Конечно, несомненно, они очень хорошо знают друг друга. Поэтому, вот именно поэтому демонстрации, которые проходили, да и сейчас, так сказать, проходят в городах Иудеи и Самарии, носят минорный, надо сказать, ограниченный характер и проводятся, ну, поддерживаются на маленьком огне под контролем, кстати, палестинских сил безопасности, автономии. И даже при сотрудничестве, Михаил, с нашими силами безопасности. То есть, это существует контакт, существует сотрудничество и обмен информацией. Абумазан прекрасно понимает, я говорил, что он человек умный, получал высшее образование в Советском Союзе, даже защищал кандидатскую дезертацию Примакова. Он прекрасно понимает, что если не проконтролировать все эти демонстрации, если они вдруг выйдут из-под контроля, то прежде всего может оказаться, что они обратятся против него. То есть, пар вот этот вот, который кипит и бурлит, нужно дать ему выход, чтобы не взорвало. И немало людей ждут того, чтобы Абумазан, так сказать, на чем-то поломал руку или ногу, сменился и придут ему на смену совсем другие люди. Надо сказать, что существует еще один очень интересный фактор, который был очень заинтересован в разжигании ситуации в нашем районе. Это Михаил Иран. Но есть признаки, и все признаки последних дней показывают на то, что если даже и в Иране предполагали, и рассчитывали, и рассматривали возможность вмешательства в сегодняшний Иерусалимский конфликт, и даже подогревали его, может быть, в первый день, правда, надо сказать, они делали это под серьезным давлением Хамаса и Хизбаллы, они, может быть, подогревали. Но очень быстро лидеры Ирана поняли, что на сегодняшний день у них есть более серьезные проблемы, чем палестинцы Иран. Они решили не подогревать ситуацию и не дали прямого указания Хамасу или исламскому джиаду, который тоже каким-то образом им подчиняется в Газии, пойти на обострение. Иран сегодня занят более важной, более серьезной для него проблемой, чем какой-то там Иерусалим и какие-то там палестинцы. Правда, они кричат, что Аль-Кутс нет ничего важнее этого, но на деле мы видим, что есть важнее. Я имею в виду положение в Йемене, где иранские стражи революции вместе в сотрудничестве с Хизбаллой ликвидировали несколько дней тому назад бывшего президента Йемена Али Абдулла Салаха и привели к тому, что Хутим, это их последователи... Хуситы, да. Да. Убили, как по-русски их называют? Хуситы. А, Хуситы, окей, ну я на еврейском сказал. Привели к тому, что эти Хуситы почти хасиды. Уничтожили сотни офицеров-командиров Йеменской армии, которые были преданы убитому ими президенту бывшему Али Абдулла Салаху. Иран и Хизбалла заняты сегодня укреплением своей власти в Йемене. Как раз это очень важный для них участок, потому что он очень близко граничит Саудовской Аравией. Им куда важен этот участок, чем Абу Мазан, Исмаил Ания, палестинская автономия или ГАЗа. Надо также обратить внимание, что в субботу, сегодня, в субботу, это 9-12-го, в Каире собрались, на экстренное заседание собрались министры иностранных дел арабских государств, множество арабских государств. Но дело в том, что это было по просьбе палестинской автономии и Иордании. Никто другой не обратился к такого рода просьбе, потому что были времена, когда что-то происходило на Ближнем Востоке, в Юрусалиме или между нами и палестинцами. Египет обращался, Саудовская Аравия обращалась к этим просьбам. Собрались министры иностранных дел арабских государств. Ни один высший арабский лидер, как, например, я приведу пример, король Саудовской Аравии Салман, который сегодня занят устройством власти своих сыновей над Саудовской монархией, потому что только 8-го числа, сколько это, 3 дня тому назад, он изгнанного им министра иностранных дел Аделя Аль-Джебейри заменил на своего сына, принца Халада бен Салмана, или даже президент Египта Фадах Эль-Сиси тоже не обратился с просьбой Асоза на этой конференции. Я думаю, что он был более занят сегодняшним визитом российского президента к нему, который вот сейчас, надо сказать, по дороге остановился в Хемеймим, на российской военно-воздушной базе, а через несколько часов он приземлится в Каире и будет, так сказать, торжественный прием и так далее, и так далее. Они не просили, самые высшие лидеры арабов не просили осознанного этой экстренного совещания Лиги Арабских Государств. Абумазан прекрасно понимает и прекрасно понял, что у него на сегодняшний день остался только один единственный союзник среди арабских лидеров. Надо сказать, к сожалению, я должен признать, я считал, что он более способнее. Это иорданский король Абдалла II, которому посчастливилось почему-то за последние месяцы испортит свои отношения с большинством лидеров арабских государств. Это привело к тому, что и Саудовская Аравия, и княжество Персидского залива лишили его материальной поддержки, они его до сих пор поддерживали. Так он почему-то и демонстрации, которые шли в арабском мире, были куда серьезнее, чем в любой другой стране Виордании. А кроме того, у великого султана, нового, так сказать, Эрдугана. Ну там, так сказать, непонятно, кто за этим стоит и кто это разжигает. Но на месте Иорданского королея был куда бы осторожнее, потому что так же, как его отец, так и он находятся у власти в серьезной степени благодаря нашим спецслужбам, которые неоднократно вытягивали из его, прежде всего, его отца, который был очень умным и благодарным человеком, вытягивали его из разных проблем. Абдалла II, как видно, имеет своего рода проблему. Он еще не нашел, не убедился, кто его серьезные враги, самые настоящие. Надо сказать, что кроме Абдаллы, у арабского лидера, у арабского Раиса нету на сегодняшний день из Рамалы, нету на сегодняшний день ни одного, так сказать, друга, который бы откровенно встал на его сторону. Ситуация такая, минорная, но, вы знаете, трудно говорить, что вдруг не произойдет неожиданно какого-то обострения, потому что мы живем в очень серьезном районе мира, в Израиле. Возможно, что военное крыло Хамаса, так называемый Танзим. Я думаю, что ночью обстрел автобуса, те одиночные выстрелы, которые были сделаны по одной или двум автомашинам, это дело Рок-Танзима. Существует еще и Хамас, и исламский джиад, и Хазита Амамид, Народный фронт. Возможно, что какого-то рода строптивые организации возьмут на себя ответственность за то, что в наши стороны может вполне полететь еще несколько ракет, и это может быть сделано против мнения высшего руководства Хамаса. Я уже не говорю о палестинской автономии, которая сегодня ведет с ними мирные переговоры, и как будто бы власть палестинской автономии обумазана существует над газой, и как будто бы отряды из личной охраны обумазана стоят уже на переходах, на переездах, на КПП. Все это не так, все это на бумаге, ничего серьезного не произошло, но возможно какого-то рода теракты против нас, хотя наши службы безопасности работают очень хорошо, но тем не менее все это говорит о том, что возможно какого-то рода столкновение. Тем не менее, все, что мы видим, Михаил, до сегодняшнего дня, носит ограниченный минорный характер, потому что сами палестинцы, несмотря на то, что вся разрушила была их система, строящаяся на протяжении многих лет, когда Америка признала Иерусалим нашей столицей, они не заинтересованы в обострении ситуации. Поэтому будем надеяться, что все это идет на убыль и пойдет на убыль, и что, так сказать, наш Иерусалим, наша столица, которую мы без этого, так сказать, считаем нашей столице, будет признана, наконец, великой державой, и вслед за ним, так или иначе, за американцами пойдут и другие, сначала осторожно, потом более осторожно, менее осторожно, надо сказать, что и Россия признала, может быть, немножко дальше, раньше Америки, в апреле еще, западный Иерусалим, столица Израиля, российский президент находится сейчас близко от нас, у Аль-Сиси, я думаю, что и с нами поделится информация обе стороны, как российская, так и египетская. У России есть хороший интерес, большой интерес укрепиться в восточной части Средиземноморья, что она, впрочем, и делает, это уже разговор идет не только о Сирии, разговор идет и о Ливии, которые предлагают им базы, и Египет, своего рода, согласен на хорошее сотрудничество, а у нас, в России, так сказать, сохраняются отношения, как видно, существует какая-то глубокая, может быть, многим непонятная, но есть люди, которые понятны, симпатия между российским руководством и нами, несмотря на все противоречия, на все силы, которые пытаются нарушить эту самую симпатию, она, как видно, существует на сегодняшний день. Ну, это, безусловно, благодаря таким экспертам, как вы, которые выступают на Итон ТВ и говорят правду, и не зависят ни от кого, ни от олигархов, ни от правительств, ни от каких-то монархий, а только высказывают свою личную экспертную точку зрения. Смотрите, для меня есть, самое дорогое для меня, это мое государство, моя страна. Я об этом говорил в российских средствах, массовой интервью, на субботу, я имею свою точку зрения, но я пытаюсь быть объективным, объективность должна быть, а то, что я не прокуплен, не прикуплен никем, не седер. Дай Бог, чтобы у нас было много нормальных, хороших людей, которые высказывают свою точку зрения, которые еще под этим имеют какие-то основы, какие-то знания, какое-то образование, а я думаю, что у нас есть такие люди, Михаил. Дай Бог. Иерусалим наш. Это была программа «Тема дня» на канале ЭТОН-ТВ. В студии был Михаил Юровский, и мы беседовали с нашим экспертом Алексом Векслером. Еще раз спасибо, Алекс. Всего хорошего, до свидания, будьте здоровы, до свидания. Будьте здоровы. Всего хорошего, друзья, оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин